Нюра была женщиной редкой душевной красоты и доброты. Родилась и выросла она в этой самой деревне. Здесь прошли ее детство и молодость. Здесь она вышла замуж, здесь родились ее дети. Дети выросли и разлетелись, любимый муж умер несколько лет назад. Муж когда-то был страстным охотником-рыболовом и очень любил всяких животных. Нюра всегда поддерживала мужа и тоже любила животных. Она часто смеялась и говорила, что мы живем в настоящем зверинце, кого у нас только не было. В клетках жили ежики, зайцы и другие зверьки, которых муж Нюры приносил из леса. Они всегда очень заботливо относились к каждому из четвероногих питомцев, никогда их не обижали, кормили, всегда ухаживали за ними. Животные обычно очень быстро привыкали и становились почти ручными. Из домашних животных у них были только кролики. Также было с десяток куриц и два петуха. Один петух всегда на Нюру бросался, когда она заходила их кормить. Кроме животных было много птиц и не только домашних, но и лесных. Муж сам мастерил огромные клетки, в них жило множество синиц, щеглов и других певчих птиц. Каждое утро, как только солнце поднималось из-за горизонта, в клетках стояло чириканье, свист и щебетание. Птицы весело порхали по клетке, прыгали с ветки на ветку, как будто переговариваясь друг с другом. Нюра помогала мужу менять корм на свежий, наливать чистую воду. А вот лесные птички у них жили только зиму, а в начале весны их всегда выпускали, не домашние ведь они. Первый теплый солнечный по-настоящему весенний день был самым любимым праздником. Именно в этот день Нюра с мужем широко раскрывали дверцы клеток и выпускали птиц. Как было красиво и радостно, когда птицы вылетали на волю и щебечущие стаи разлетались по саду. Всем нравилось за ними наблюдать, как они садились на ветви яблонь и груш, чистили свои перышки и пели песни. А какие сладкие и сочные фрукты и ягоды росли на деревьях и кустах в их саду, яблоки, груши, вишни, сливы и черешня. Нюра пекла очень вкусные и сочные фруктовые пироги, а потом угощала ими всю деревенскую ребятню. Когда мужа не стало, дом Нюры осиротел. Птицы были выпущены на волю и остались только главными и любимыми жильцами ее дома старенькая собака Тишка и толстый кот Жорик. Как-то раз пошла Нюра в лес за грибами, только вместо грибов принесла в корзинке маленького дикого поросенка. Остался он один без матери, и в лесу бы не выжил один. Вот как бросишь такого на верную смерть, рассуждала Нюра. Все село потешалось над ней, ну да, кабана у вас еще точно никогда не было. Стала женщина кабанчика кормить, разговаривала с ним как с человеком, а он ходил по двору хвостом за своей спасительницей. Пока он был маленьким поросенком, это было забавно, но поросенок скоро вырос и превратился в огромного кабана, который так и продолжал ходить за Нюрой, как хвостик по всей деревне. Местные привыкли к такому зрелищу. Кабан был добряк, мог запросто зайти в любой двор, где его с удовольствием чем-нибудь угощали, кто яблок ему принесет, кто кукурузу, от угощений Валера никогда не отказывался. А с котом у них так вообще дружба была. Бывает, завалятся оба во дворе в пыли и спят целый день. Валера на боку, а сверху Жорик. Кот мог часами вылизывать Валеру и наводить чистоту до первого же похода кабана в ближайшую лужу. Потом начиналось все сначала, вот такая была сельская идиллия. Есть у некоторых людей страсть какая-то знать все обо всех, причем не расспрашивать, а именно вынюхивать втихаря, подглядывая, подслушивая и делая свои выводы. Как-то поселилась в деревне одна тетка по имени Дора Петровна, уже довольно пожилая, пенсионного возраста. Дочка ее замуж вышла и мать очень сильно стала ей мешать, вот и выперла она маму жить в деревню на свежий воздух. Человек Дора была склочной и завистливой, специально цеплялась к соседям, чтобы только скандал устроить. Она прямо жить без этого не могла. Если за день ни с кем не поругалась, значит день прожит зря. Перессорилась она так со всей деревней. Вот только с Нюрой ей не удавалось поскандалить, та просто не реагировала на ее замечания и молча проходила мимо. А Дору это злило еще больше. Каждый раз, когда Нюра молча поворачивалась к ней спиной, Дора Петровна с презрением цедила вслед. «Тоже мне принцесса из Козьего болота». А еще Дора любила разыгрывать целые спектакли из-за всякой ерунды. Поругается с кем-нибудь из соседей и за сердце сразу хватается, изображая сердечный приступ. Все дальнейшие события происходили по одному сценарию. Дора хваталась за сердце, ложилась на диван и стонала на всю деревню, якобы от боли. А потом всем рассказывала, как ее сегодня чуть на тот свет не отправили. С тех пор связываться со скандальной бабой никто не хотел, вдруг и впрямь ненароком помрет, а тебе потом отвечать придется. В общем, терроризировала беззаконно Дора все село. И вот в один из дней Нюру не разбудил на утренней зорьке петух. Женщине показалось это странным, а войдя в курятник, она обнаружила его мертвым. Погоревала Нюра, но что поделаешь, всякое случается в жизни. Через несколько дней все повторилось, не стало двух любимых курочек. Через какое-то время опять то же самое, но уже с кроликами. А когда заболел любимый кот Жорик, женщине показалось, что все это неспроста. Кота, правда, удалось спасти. Кабан Валера все это время не находил себе места, он даже не выходил со двора и ничего не ел, пока его друг не поправился. Загоревала Нюра, подумала, что какая-то страшная болезнь напала на ее усадьбу. Все жалели женщину и очень ей сочувствовали. Но тут соседский мальчишка рассказал, что как-то утром часов пять шел на рыбалку и видел, как из калитки с Нюриного поддворья, тихо озираясь, выходила Дора Петровна. Нюра сразу заподозрила неладное и пошла к Доре с разговором. А та ничего и не скрывала. Петух, дескать, громко орет по утрам, спать ей мешает. А кот вообще ворюга посигнул на ее сметану. Но то, что намеренно травила она Нюриных питомцев, не призналась. Понимала, что можно за это и под суд попасть. Шло время, затеяла как-то Дора на своем участке строительство. Решила сарайчик построить, баньку подлатать и старую выгребную яму, что в дальнем углу двора, почистить. Для того, чтобы завести стройматериалы, калитку и ворота во двор сняли. Старые сгнившие доски, которые кое-как прикрывали отхожую яму, тоже были убраны. Деловая Дора в широкополой шляпе от солнца деловито ходила по двору и раздавала указания своим работникам. И вот в тот самый момент, когда, стоя на краю выгребной ямы, она рассказывала мужикам, как хочет ее углубить и сделать более прямыми ее края, в проеме ворот показался кабан Валера. Глаза кабана зловеще сверкали, он разбежался, прицелился и со всей своей кабаней дури пнул Дору под зад. Дора кувыркалась в воздухе, приземлилась прямо посреди ямы на пятую точку и, по закону Архимеда, весь объем фекалий, вытесненного ее большим телом, обрушился на Дору мощной струей. Дора по шею погрузилась в отходы и из зловонной жижи торчала только ее голова. Дора выпучила глаза и открывала рот, но не могла издать ни звука. Она не поняла, что же произошло. К тому времени, когда она осознала, где находится, Валеры уже след простыл. Все село сбежалось поглазеть на это зрелище. Она понимала, что помощи ей ждать не от кого. Пришлось Доре выбираться из ямы самой, тихонечко по скользким склонам, чтобы опять не свалиться обратно и не стать в очередной раз посмешищем для всех окружающих. Вот так отомстил Валера за своего отравленного друга, за хозяйку, да и за всех жителей села. А Дора с тех пор стала тише воды и ниже травы, никого не трогает и Нюрину усадьбу обходит стороной. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, впереди еще много всего интересного. Всего доброго!